Здравствуйте, с вами Марина Рыкальна и порция практических советов. Присоединяйтесь! Начну со сбора гибрида, который называется оранжевый земледелец. Еще раз вам напомню, что он индотерминатный. У меня он получился высотой где-то метр сорок. Плодоносить он начал самый первый. По вкусу, если вы представляете, классические оранжевые мясистые сочные плоды, этот томат точно такой же, только коктейльный. Две чашки с одного томата за один раз. А вон там еще один такой куст растет. Ужас! Гибрид малиновой империи был сформирован в 6 стволов. Рискованно, но даже несмотря на погодные условия, этого года он вытянул. Мы взвесили корзину. Здесь 5 килограмм томатов. Если учесть, что до этого мы уже неоднократно снимали урожай, а плодов еще немало, то я думаю, что килограмм 10 с куста малиновая империя нам дала. Следующий гибрид – пушистик красный. Мы уже не один раз о нем говорили. Посмотрите на эту потрясающую урожайность. Томат с ограниченным ростом. Пушистик, потому что имеет опушение, благодаря которому листочки не перегреваются и меньше поражаются вредителями. Многие дачники меня упрекают, мол, слишком идеальный урожай. Я показываю все у меня без сучка и без задоринки. Нет, не все. Вот снимаю урожай, и первый попался мне томат, который растрескался. А остальные посмотрите сами. Все отлично. И еще один момент. Поливаю я томаты регулярно. Даже сейчас, когда прохладно, даже сейчас, когда у нас с вами конец сезона. Моя почва никогда не пересыхает, но и переувлажнений я не допускаю. Стоит пересушить почву, сделать полив или пойдет дождь, вот тогда ваши томаты и начнут трещать по швам. Далее. Индетерминатный гибрид – мечталин. Это один из моих любимых гибридов, потому что вкусный. Потому что красивый, потому что выровненный. А еще потому, что он стандартный. Он предназначен для выращивания в тепличных условиях в основном. Но, как видите, я посадила его в открытый грунт, да еще и умудрилась сформировать в пять стеблей. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять. А урожайность-то потрясающая. В основном простые кисти по пять плодов, но на кустике есть и сложные кисти. У нас сентябрь на дворе, поэтому я принимаю решение снимать кисти с немного недозревшими плодами, чтобы дать возможность вызреть плодам, которые остаются на кустах. Чёрная богиня. Действительно, очень вкусный томат, который имеет специфический привкус. Я не подниму этот рожай. Тимур, оператор, выручай. Сколько здесь килограмм? Килограмм 5-7. 5-7. Мне кажется, больше. Посмотрите, какой красавец. Крупный, малиновый, вкусный, сочный и мясистый. А называется этот гибрид скворец. Ну, посмотрите, что творит в ветке и выдерживает. Оп! Очень рекомендую. Мне кажется, я вам слишком много рекомендую, потому что томаты все действительно в этом сезоне классные. Вот такой вот скворец у нас вырос. Он смеется над нами и решил оправдать свое название. У томата вырос клюв. Ну, все правильно, он же скворец. Следующий гибрид называется герцогиня вкуса. Малиновый, средних размеров. И свое название он вполне оправдывает. Плоды с элегантным носиком у нас называются антиофеи. Мы уже не первый раз снимаем с них урожай. Качественные, стандартные, плотные. Как ободрать, не знаю. Томат любаша, индетерминатный. Это золотая коллекция. Вяжет в любых условиях. Сокровище инков. Это, пожалуй, один из самых эффектных гибридов. Посмотрите, какой красавец. Если в кисти вы оставите один томат, у него будет вот такая форма. Он будет очень крупный. Причем это не самый крупный экземпляр. А если оставить много, они будут вот такие вот в форме сердечек. Или капельки. Я много пробовала томатов с темно-окрашенными плодами. Но бурая гроздь действительно вкусный. 10 плодов в кисти. Очень качественный черри, коктейльный, черри кокта. Гибрид котя. Один из самых вкусных и эффектных. Вы посмотрите, сколько здесь томатов. Буквально был такой же урожай. Сняли отсюда пару ящиков. И опять то же самое. Вот вам и плохие погодные условия. Так, самый наивкуснейший томат называется «Желтая империя». Следующий томат просто необыкновенных вкусовых качеств. Называется «Амана Оранж». Золотая канарейка. Ну, действительно золотая, но для канарейки как-то крупновато. Опа. Вот буквально один растрескавшийся плод. Остальные плоды все идеальные. «Нина» – это сорт. Очень эффектные. Фкусовые качества самые обычные. Ничего выдающегося, кроме формы, размера в нем нет. Но я все равно буду сажать его на следующий год. В разрезе на тарелке томаты бесподобные. Еще один опушенный томат в моей коллекции. Индетерминатный уже. И называется он «Алголь». Вытянутый, розовый, мясистый и вкусный. Эти бесподобные красные, толстостенные и крупнющие перцы – гибрид-партнер. Продолжаем томатную тему. Перед вами один из самых красивейших и качественных томатов. Называется он «Диметра». Следующий томат выглядит так, как будто он искусственный. Очень плотный. И этот гибрид подходит для тех, кто выращивает томаты на продажу. Называется он «Кастельяно». Посмотрите, какой красавец. Ну, красавец. Просто красавец. Я думаю, что он будет транспортабельным и будет неплохо храниться в холодильнике. Огурцы у нас постоянно перерастают. Видимо, за сезон они нам так поднадоели, что мы их забываем собирать. Это у нас шоша. Герольт гладкий. Вот три стадии – от маленького до крупного. Гуннер. А это бинго. Вяжет пучками. Мы не раз с вами говорили, если приобрести хорошие гибриды брокколи с ремонтантной способностью, то урожай с них можно снимать непрерывно до самых заморозков, а иногда и после заморозков. У меня гибрид «Маратон». Посмотрите, он дает урожай на пасмках. У него уже не такие огромные соцветия, но их несколько штук. Немного баклажанов? Честно, честно, совсем немного, потому что вот на них сил уже точно не хватает. Урожай просто огромный. Перцы в открытом грунте в этом сезоне окрашиваются крайне неохотно. Но это наконец-таки случилось. И вы можете видеть результат. Вот что значит хорошие гибриды и высокий уровень агротехники. Хотя ничего сложного в выращивании перца нет. И зимой в очередной раз будем с вами об этом говорить. А мои перцы в этом сезоне сломали грядку. Начнем с гибрида, который называется «Левадия». Вот такой вот размерчик. Перец тяжелый. Стенка будет очень толстой. Около 1 см. Желтый гибрид называется «Тавиньяна». Плоды тоже очень крупные, толстостенные. Но все равно в теплице плоды будут гораздо крупнее. Следующий гибрид называется «Аллар». Форма мне такая нравится, очень удобно фаршировать. А сейчас я предлагаю заняться вам прополкой. Банальный совет для дачников, да? Но вы же часто у меня спрашиваете, почему у меня нет сорняков. Нет, сорняки у меня есть. И я их полю. А некоторые сорняки я оставляю специально. И один из таких сорняков – это чистотел. Вот еще один полезный сорняк. Посмотрите, зацветает перец. Семечка перезимовала. Видимо, были выброшены плоды. И к осени зацветает. Но, думаю, урожая все равно не дождемся. Небольшой пучок свежесобранной травы и чистотела мелко измельчаем. Не забудьте надеть резиновые перчатки. Заливаем водой. Чтобы ускорить процесс, травку буду мять. Выжимаю из нее все соки. От чистотела исходит специфический аромат. Помните, что трава ядовита. Цвет нашего настоя стал интенсивно оранжевый. Все готово. Переливаем в олейку. Отправляемся на грядку с земляникой. Ну, а теперь самое главное. Зачем же я принесла настой чистотела на грядке с земляникой? Посмотрите на мои костики. Не могу, конечно, сказать, что состояние моей земляничной грядки идеальное. Но, тем не менее, сильного развития грибных и бактериальных болезней на ней нет. Дело в том, что я регулярно смачиваю почву и растения биологическими фунгицидами. Но, если биологического фунгицида под рукой у вас не оказалось, или вы попросту не хотите тратить на это средство, то как раз вас выручит настой чистотела. Он также обладает дезинфицирующими свойствами. Достаточно смочить почву и растения. Несмотря на то, что чистотела относятся к ядовитым растениям, при таком использовании никакого вреда он вам не нанесет. Даже если вы будете смачивать спелые ягоды. Это не дача, это рынок какой-то. Я думаю, что многие мне сейчас не завидуют, а искренне сочувствуют. Потому что со всем этим придется еще разделаться. С вами была Марина Рыкальевна. Увидимся. Пока.